Послание к монахам Говорит Божественный апостол Непрестанно молитесь Без гнева и сомнения И хорошо сказал без гнева Потому что всякое размышление Удаляющее ум от Бога Хотя бы и казалось хорошим На самом деле есть и целое обманное Чтобы не сказать дьявольское Все это брань дьявола Желающего удалить и отвратить ум от Бога И отвлечь его к мирским Заботам и удовольствиям Изнутри в сердце Он внушает заповеди Благие дела И различные разумные А лучше сказать безумные мысли На которые совсем не должно Обращать внимание В том ведь и состоит Вся брань души Чтобы не удалить ум от Бога Не останавливаться Не соглашаться с нечистыми помыслами И не обращать внимание на то Что изображает в сердце Этот достойный Всякого порицания Древней живописицы дьявол Иногда он представляет образы Иногда внешний вид И цвет А после всего этого и лица И несчастный человек Находясь на одном месте В обольщении думает Что он где-то в других местах И кажется ему Что он кого-то видит Говорит с лицами И занимается делами И занимается делами Которые суть дьявольские обманы Поэтому нужно удержать Сдерживать и управлять ум Нужно взнузывать его Нужно украшать Всякий помысл И всякое внушение лукавого Призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа А где находится тело Там пусть будет и ум Что между Богом и сердцем Не было никакого Средостения Или Преграждения Помращающего сердце И удаляющего его от Бога Если же когда и случится Что дьявол увлечет ум То не должно долго Останавливаться на помыслах Чтобы согласие на дело Не было вменено перед Богом В день суда Когда Бог будет судить Сокровенные людей Итак Отдавайте все время Господу Богу нашему И оставайтесь с ним Да коли он милосердится над нами И не ищите ничего Кроме одной только милости У Господа славы Ища же милости Ищите ее смиренным И сокрушенным сердцем И взывайте от утра до вечера И если возможно Всю ночь Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас И понуждайте к тому делу Ум ваш до самой смерти Подлинно много усилий требует дело это Потому что узкий врата И тесный путь ведущий в жизнь И употребляющие усилия входят в него Царство Небесное принадлежит употребляющему усилию И так увещеваю вас Не удаляйте сердец ваших от Бога Но будьте тверды И охраняйте их Всегда памятая Господа нашего Иисуса Христа Да коли не вместится в сердце Вашем имя Господа И ни о чем ином не помышляйте Как о том лишь Чтобы возвеличился Христос в вас И так умоляю вас Никогда не оставляйте правила этой молитвы Но едите ли или пьете ли Совершайте ли путь Или иное что делаете непрестанно Взывайте Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Чтобы самая память имени Господа нашего Иисуса Христа Возбуждала нас к борьбе с врагами Душа употребляющая усилия Все может найти с этой памятью И хорошее и дурное Сначала она может увидеть в сердце злое А затем и доброе Эта память может смирить сердце Может обличить живущий в нас грех И эта же память Может истребить его Эта память может поколебать Всю силу врага в сердце Эта память может победить ее И по частям искоренить Имя Господа нашего Иисуса Христа Сходя в глубину сердца Смиряет дракона Владеющего помыслами И душу спасает и животворит Потому непрестанно Сохраняйте в сердце имя Господа Иисуса Чтобы сердце поглотило Господа И Господь сердца И таким образом Два стали едины Дело же это Ни одного или двух дней Требует долгого времени Борьбы и труда Пока не издан будет враг И не селится Христос Ибо браль наша не против плоти и крови Но против начальств Против властей Против духа злобы Как говорит апостол Молиться нужно так Чтобы ум был Сесело Собран И напряжен Должно призывать Бога Скорбящей душой Не говорить многих слов Не растягивать молитву А говорить немного Простых слов Потому что не от множества слов А от трезвенности Ума зависит услышание Как это можно видеть В примере Анны Матери Самуила Итак Нужны не многие слова А частая молитва Как повелел Через Павла Христос С небольшими перерывами Если ты растянешь Свою речь То часто можешь Рассеяться вниманием И дать дьяволу возможность Совершенно бесстрашно Подойти к тебе И обольстить И отвлечь твою мысль От того Что ты говоришь Если же ты будешь Совершать постоянные молитвы И все время Займешься такими молитвами То будешь в состоянии Совершить их С великой трезвенностью Хочешь ли знать Как нужно бодрствовать Молиться Трезвиться И пребывать в молитвах Иди к Анне Узнай Что сделала она Стали Говорится Все от трапезы И она обратилась Тотчас Не ко сну Не к отдыху Почему мне думается Что и сидя за трапезой Она вела себя воздержно И не обременяла себя Какими-нибудь яствами Так как Иначе она Не провела бы Таких слез И не потому Она была услышана Что много и громко кричала А потому что Вопияла много В сердце своем Голос ее Не был слышен Говорится И Бог ее услышал Потому что Не так нужны слова Как мысль Не так простертие рук Как напряженная душа Не так внешний вид Как настроение души Хотя бы ты был И не в церкви Вопий И говори Господи Иисусе Христе Помилуй меня Хотя бы и Не двигай устами Взывай сердце Бог слышит И я отвечу Вот я И еще не кончишь Молитву Как он даст Просимое Если мысль твоя Чистая от непристойных Страстей То где бы ты ни был На торжеще Или в пути Или на море Или в гостинице Ты можешь призвать Бога И получить Просимое Но я скажешь Много раз просил И не получил Несомненно Это потому что Ты худо просил Или С неверием Или с гордостью Или же Полезного тебе Неполезного тебе Если же просил Часто и полезного То не с настойчивостью Потому что написано Терпением вашим Спасайте души ваши И претерпевший до конца Спасется Если ты просишь Не с усилием И великой настойчивостью То не получаешь Сначала нужно пожелать А пожелавший Просить истину С верой И терпением Полезного каждому Причем тебе Ни в чем Не осуждала бы совесть Как просящего Нерадива Или легкомысленно И тогда ты получишь Раз Того хочет Бог Ведь он лучше тебя знает Что полезно тебе И может быть Вследствие этого Отлагает Исполнение просьбы Премудро заставляет тебя Быть прилежным К нему Чтобы ты знал Что значит Дар Божий И хранил Данные со страхом Все ведь Что приобретается С великим усердием Старается сохранять Что потерять Потеряв полученное Не погубив И великих усилий И отвергнув благодать Господа Не оказаться Недостойным Вечной жизни Какую пользу Приобрел Соломон Скоро получивший Дар мудрости Погубивший Его И так Немалодушество Если не скоро Получаешь Просимое Тобою Если бы Благой Господь Знал Что ты Получишь Скоро Благодать Не погубишь Ее То он готов Был бы Дать тебе Ее Даже Ранее Просьбы Твоей А теперь Он делает Это Заботясь О тебе Если же Раб Получивший Талант И сохранивший Его в целости Был осужден За то Что не получил От него Прибыли То тем более Будет осужден Погубивший Его Вникай Себе И отовсюду Озирай Себя Неусыпно Спереди Себя Ококом Ума Ты Ходишь Среди Сетей Незаметные Петли Всюду Расставлены Врагом И так Все Осмотри Чтобы Подобно Серне Спастись От сетей Серна Неуловима Сетями Вследствие Соты Зрения Почему И название Своё Получила От зоркости Нужно Значить То Что мы Не можем Соблюсти Никакой Другой Заповеди Равно Как и Самой Любви Ни к Богу Ни к ближнему Если Будем Блуждать Мысли От одного К другому Но и Упражнение Благоугождение Богу По Евангелии Христову Совершается В удалении От мирских Забот И при Совершенном Отчуждении От непристойных Развлечений Так Так И ученика Мы Вешаем Беспорочные Суждые Легкомысли Расположения Господь Засвидетельствовал Говоря Вы Не от Мира Сего И наоборот Засвидетельствовал Что мир Не может Не принять Познание Бога Не вместить Духа Святого Отче Говорит Праведный И мир Тебя Не познал И дух Истины Которого Мир Не может Принять Итак Тому Кто Истинно Хочет Следовать Богу Нужно Отрешиться От Уже Житейских Привязанностей И это Совершается Через Удаление Изобвение Старых Привычек После Для Того Как Это Будет Сделано Подобавиться Всякой Осторожностью Блюсти Сердце Своё Чтобы Не потерять Как Нибудь Мысль О Боге Или Не Осквернить Память Чудес С его Светными Помышлениями Но Путём Постоянного И чистого Памятования Иметь Святую Мысль О Боге Отпечатлённо В душах Наших Как бы Неизгладимую Печать Так Препобеждает В нас Любовь Господу Вместе Возбуждая Нас К исполнению Заповедей Господних И сама В свою очередь Через них Становясь Прочной И неизменной И об этом Свидетельствует Господь В одном Случае Говоря Если любите Меня Заповеди Мои Соблюдите В другом Если Заповеди Мои Соблюдёте То Привудите В любви Моей Ещё С более Трогательным Увещанием Как я Заповеди Сам Особлю И пребываю В его Любви Тот Кто В деятельности Своей Нарушает Строги Заповеди Очевидно Имеет Слабую Память О Боге Полезно Быть Невысокомерным Душою И оставаться Наедине В своём Доме Потому что Проводить Жизнь Смешанную С другими Вредно Поэтому Чтобы нам Не получить Каких-либо Возбуждений Через Уши Или глаза И иметь Возможность Пребывать В молитве Будем Сначала Жить Уединённо В своём Доме И таким Образом Мы победим Прежние Навыки Которых Мы проводили Жизнь Чуждую Заповедей Божьих И кто Из таких Людей Когда-нибудь Может Исполнить Хотя бы Одно Это поручение Изречение И если Кто идёт Ко мне Да Отвергнется Себя Нужно Нам Отречься От себя И взяв Крест Христов Таким образом Следовать За ним Отречение От себя Состоит В совершенном Забвении Прошедшего И отказа От своих Желаний Если же В нашей памяти Останется Что-нибудь Земное И тленное И ум Будет погружён В таком Случае Как бы В грязь То душа Не будет Видна Богу И неподвижна Будет На желание Небесных Красот И уготованных Нам По обетованию Благ Однако Словом Недозволительно Заботиться Даже и необходимым Как например О пище И одежде Чтобы Чтобы мы Не были Стеснены Злыми Мирскими Помыслами Как бы Терниями Препятствующими Приносить Плод Семени Брошенному Делателем Душ Наших Господь Наш Иисус Христос Сказал Эти Суть Упавшие Тернии Которые Съедаются Заботами Богатством И удовольствием Жизни И не Приносят Плода Таким образом Умеют сердце Постоянную Память О Боге Мы Не дадим Ни времени Грехам Не оставим Места В сердцах Своих Врагу Внимательность И привычка Не заноситься Легко Придут К детям При правильном Воспитании Если Именно За ними Будут Постоянно Наблюдать Представники И смотреть Где Находится Их Ум И о чем Они Размышляют Простота Возраста Бесхидростность И неспособность В лжи Легко Обнаруживают Тайны души А чтобы Не слышать Постоянно Напоминания Не делать Запрещенного Такие дети Начинают Избегать Мысли Непристойным Боясь Сыда Порицания И сказал Бог Сделаем Человека По образу Нашему Говоря О внутреннем Человеке Но скаж Он говорит Нам Не о помыслах Он стоял Сказал О человеке Что он Создан По образу Божию По мысли Каким образом Был человек Слушай Что говорит Апостол Если внешне Наш человек И Тлеет То внутренне Со дня на день Обновляется И Признаю Двух учеников Одного Видимого Другого Скрывающегося Видимым У нас есть Внутренний человек Так что мы Как бы Двойные И следовательно Мы правильно Говорим Что внутренний Человек Совне Уже Нет Потому что То что Составляет Наше Совершенство Мы имеем В разумной Душе Так что Тело Есть Только Орудие Души Человека Собственно Человеком Является То что Составляет Душу И По велении Да Обладает Сказал Бог Телу Или Разуму В душе Способность Властвования Или Вне Тела Где Способность Властвовать Как не В силе Разума Чем Более Лишается Человек Силы Тела Тем Более Возвышается Способностью Разума Не Сказал Бог Сотворим По образу Нашему И догневается Потому что Не страсти Восприняты В образе Божьем А Разум Владыка Страстей Тебе Дано Владычество Над неразумными Чтобы Ты Властвовал Над неразумной Страстью И так Если Ты Властвуешь Над зверями Почему Не Властвуешь И Над Внутренними Зверями Если Властвуешь Ты Сознан Владыкой Не И Не Не Устойчивых Помыслов Не Будет Легкомыслен И Непостоянен Мыслью Неразумно Ведь Если Ты Ввергаешь Летающих Вне Не Повергнуть Себя Когда Ты Так Легкомысленно Заносишься И Так Не Возносись Безумно Выше Того Что Ты Есть И Не Думай Больше Чем Подобавит Человеческой Природе Не Не Надмивайся Если Тебя Хвалят Не Ищи Славы Не Считай Себя Чем То Великим Потому Что Иначе Будешь Как Птица Не Умеющей Опоры Выносим Это Туда То Сюда Властвуй Над Своими Помыслами Чтобы Быть Господином Всего Потому Что Данная Нам Власть Над Животными Должна Сделать Нас Способными Их Властвованию Над Самими Собою Подобно Тому Как Нет Никакой Пользы Ни В доме Ни В городе Ни В деревьях Если Нет Того Чтобы Их Стерег И Пользы Нет Дома И Без Дверей Чтобы Ты Знал Когда Их Нужно Замкнуть И Когда Открыть Так Точный Монаху Нет Пользы От Против Добродетеля Если Его Ум Не Будет Превратником Его Желаний Который С Точностью И Великим Благоразумием Управлял Бы Закрытием Открытием Сердца И Знал Бы Кого Нужно Изгонять И Кого Вводить Если Какой Нибудь Помысл Проникнет Насильно Но иссушить Его В самом Корне Тщательно Охранять В безопасности Дверь И Злым Желанием Не Позволять И Родиться А Зародившееся Уже Подавлять Потому И Бог Повелевает Уничтожать Нутри Злые Помыслы Говоря Кто Посмотрит На Жену С Вожделением Уже Прелюбодействовал Вишли Как Он Не Дозволяет Даже Произрастать Или Брать Начало Худым Помыслам Похоти И Гневу Он Гнева Числено Брата Своего Повинен Гиен Не Огненный Пусть Звери Будут Заключены Говорит Он И Злые Помыслы Скоро Будут Побеждены Потому Что От Гнева И Похоти Происходит Всякий Грех В душе Потому И Давид Молится Богу Говоря Не Уклони Сердце Мое Это Не Значит Что Бог Уклоняет Его Нет Но Смысл Слов Такой Не Дозволи Уклониться Или Обратиться На Лукавые Помыслы Подлинно В них Источник Зла И Нечестия Подобно Тому Как Глазу Постоянно Вращающемуся И то Обращающемуся В стороны То Вверх И Вниз Невозможно Видеть Ясно Предмет А Необходимо Остановиться Вниманием На Видимом Предмете Если Хотят Рассмотреть Его Надлежащим Образом Так Точно И Ум Человека Обремененный Тысячами Забот Не Способен Ясно Зирать На Истину И Должен Быть Готов Принять Сердцем Впечатление Ищущие Доброго И Идущие От Божественного Учения Чтобы Это Учение Подавило Прежние Дурные Привычки Иначе Божественное Не Может Натертаться В душе Как Не Истребив Из нее Следов По внешним Предметам И Не Расплывающиеся Через Чувства По Миру Собирается Себе Самом А Через Себя Восходит К мысли О Боге И Блистая Этой Красотой Забывает Даже Самую Природу И Не Увлекается Ни Заботой О пищи Ни По печеньям Об Одежде Но Свободный От Земных Забот Все Своё Старание Обращает На Приобретение Вечных Благ Коих Все Мы И Досподобимся Во Христе Иисусе Господе Нашем